В Славянском районе 15 поселений и каждая уникальна. Черноярковская славится своей рыбой, Ачуевская морскими пляжами, Прикубанская казачьими традициями, а вот одно из самых старейших и крупнейших поселений района Анастасиевская покоряет всех своим гостеприимством. В этом году станице исполнилось 153 года. К празднованию более чем полуторавекового юбилея своей малой родины анастасиевцы решили подойти с размахом. Народные гуляния продолжались два дня. Подробности в следующем материале. В 1865 году была основана станица Славянская. С этой же даты ведет свой отчет и станица Анастасиевская. В геноберегу реки Даниловка поселились первые казачьи семьи. Огромную роль в становлении нашей станицы сыграл Александр Васильевич Суворов. В 1778 году он со своими солдатами проехал со стороны Темрюка в сторону станицы Славянской, в крепость Капелл. Проехав этот путь, он заметил, что ни одного казачьего сторожевого поста на этом пути он не встретил. И по его указу был создан Емануиловский казачий сторожевой пост. Вблизи этого поста жили семьи казаков. Потом были переселенцы. И так создалась наша станица. Название станицы тоже имеет интересную историю. Существует несколько версий, но анастасиевцы предпочитают придерживаться следующей. Богатый купец Еремей ехал в сторону Темрюка на подводе, запряженной лошадьми, вместе со своей женой и со всем необходимым имуществом для переезда. «Была очень поздняя осень, дождливая. И недалеко от Емануиловского поста у его телеги сломалось колесо. Он остановился, чтобы починить это колесо. А когда починил, то сказал жене, что дальше они не будут ехать, потому что дороги нет и они где-то увязаны с пути. Они вырыли землянку недалеко от этого казачьего поста и прожили там до весны. А его жена была беременна. И она 23 октября родила девочку. Эту девочку они назвали Анастасией. Это был первый ребенок, рожденный на месте будущей нашей станицы. И поэтому наша станица в честь этой первой рожденной девочки называется Анастасиевская. Наша станица самая лучшая, самая красивая. Пусть расцветает и процветает с каждым годом». Станица Анастасиевская и действительно с каждым годом становится все краше и благоустроеннее. Сегодня в ней проживает почти 13 тысяч человек. Благодаря их труду и заботе руководства поселения и района здесь строятся новые спортивные объекты, храмы, ремонтируются дороги и тротуары, появляются новые скверы и детские площадки. «Наше главное богатство – это наши замечательные трудолюбивые люди. Все то, что делается по благоустройству, по украшению станицы, все работы, они делаются нашими людьми. Достижений в станице много. Многочисленные работы по благоустройству. Это строительство тротуара в этом году по улице Больничной. Несколько улиц получили асфальт. Все это сделано благодаря краевой поддержке и поддержке, конечно же, нашего главы района Романа Ивановича Сенеговского, наших жителей, наших депутатов. Всем спасибо большое за труд и низкий поклон». Красоту и ухоженность станицы Анастасиевской отмечают и гости из других регионов. «Такого я еще нигде не видела. Вот первый раз сюда приехала. Очень все нравится. Так красиво. Столько цветов, столько роз. Люди добродушные, отзывчивые. Вообще очень понравилось мне. Хотя я первый раз здесь». А вот Татьяна Гресь приехала из Пензы. Ей так понравилось на Кубани, что 12 лет назад она переехала сюда на постоянное место жительства. «Станицу Анастасиевскую я люблю за то, что тут такие добродушные люди. Гостеприимство здесь очень развито. Очень развито гостеприимство». Есть что-то необыкновенно доброе и душевное в станице Анастасиевской и ее жителях. Они настолько любят свою малую родину, что любой приезжающий сюда человек невольно проникается этим чувством. Анастасиевская и для него становится родной и любимой. «Для меня станица Анастасиевская вторая родина. Я сама с Сибири родом. Но люблю Анастасиевскую больше, наверное, чем свою первую родину, где я родилась. С праздником, счастья всем, здоровья, успехов». «Я люблю Анастасиевскую, что это очень красивая станица. Ухоженная, чистая, люди душевные, добрые. Частичка жизни это». «Мы много ездили. Мы с коллективом ездили по краю и выезжали в городах России, много повидали. Но лучше нашей станицы нет. Наша станица самая лучшая». День рождения своей малой родины Анастасиевцы отмечали два дня. На площади у сельского дома культуры открылся парк детских аттракционов. Неподалеку расположилась выставка продажи сдобной выпечки. Булочки, пироги с самыми разными начинками, пирожные – все эти кулинарные изыски приготовили школьники и работники учреждений культуры. Также были проведены фестивали детского творчества, выставки цветов и декоративно-прикладных изделий, конкурс двойняшек и близнецов. «Дарья и Мария – близняшки. Обе сестры работают в медицинских учреждениях». Продолжился праздник в концертном зале сельского дома культуры. С праздником Анастасиевцев поздравил председателя районного совета Григорий Литовко. Позвольте мне от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, от имени совета района, от себя лично, как от жителя нашей станицы, поздравить всех вас с этим замечательным праздником, 153-й, днем рождения нашей любимой станицы. Вы знаете, главное богатство нашей станицы – это трудолюбивые, прекрасные люди. Это праздник сегодня тех, кто родился, кто вырос здесь, кто вносит каждый день своим кропотливым трудом большой вклад в развитие нашей станицы. На праздник принято дарить подарки. Долгожителям поселения, передовикам производства, активистам, многодетным и приемным семьям, юбилярам семейной жизни, юным талантам и спортсменам вручили почетные грамоты, цветы и памятные подарки. Одной из награжденных в этот вечер была Нина Локоть. Ей под бурные аплодисменты вручили табличку «Дом образцового содержания». Приятно, конечно, очень. Спасибо большое от главы получить такой прекрасный подарок. Будем стараться еще лучше. И куда повесите? Ну, у нас во дворе есть уже одна такая у меня грамота. И еще к ней присоединиться на видном месте, чтобы приходили друзья, знакомые, всегда восхищались, радовались за нас вместе с нами. Стоя и бурными овациями, зал приветствовал и долгожителей поселения, ветеранов Великой Отечественной войны Григория Ефимовича Пилипенко и Алексея Ефимовича Трояна. Им по 93 года и практически всю свою жизнь они прожили в Анастасиевской. Алексею Ефимовичу Трояну было присвоено звание почетного жителя Астаницы. На фронт он был призван в 1943 году, награжден Орденом Красной Звезды, медалями за отвагу. На Рейхстаге Алексей Ефимович оставил свою надпись победителя. Я закончил в Германии, прошел через Краков, Варшаву, Берлин. В Берлине на стене Рейхстага писал угольком. Здесь был боец Красной Армии, Станицы Славянской, Краснодарского края. И прошел дальше Магденбург, Бренденбург. И в Гентине остановились 111 километров по ту сторону Берлина. Оттуда привезли, туда пешком. Купил атлас мира. И начал вспоминать, где проходил и мерил эти все сантиметры, миллиметры, потом сантиметры. План карты был 42 километра, сантиметр. Пересчитал и вышло 8062 километра, прошлепал на ногах. Праздничный вечер продолжился концертом, который подготовили коллективы Станицы Анастасиевской и Городского Дома культуры. День рождения Станицы Анастасиевской получился каким-то необыкновенно добрым и душевным. Масса подарков, поздравлений, приятные сюрпризы, конкурсы, игры, развлечения. Одним словом, праздник удался на славу. Анастасиевцы умеют работать, умеют и отдыхать. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Роман Подопригора, программа «События».